привет друзья подписчики моего канала просто зрители сегодня хочу брать очередной рецептик приготовление будем вялить сазана не про не просто вялить а делать из него балык балык это конкретно такая вот эта часть спинка будет вкусный закусочек пиво из него получится сазанчик ведь я уже разделала просто с него срезаю шкуру с чешуей вместе не чищу вот так я с него разделаем на балык и посолим а потом и поверим очень простой очень вкусный поверьте рыбка была предварительно заморожена неделю меня провела в морозилке сейчас он оттаял чуть-чуть сейчас мы его разделы еще не совсем оттаившие и его выпотрошил все у меня чистенький голова на не нужно отрезаем его вот таким боковым надрезом сделали поджабра сюда прорезан теперь видите у него есть у всех рыбки есть боковая линия вот она делаем чуть-чуть вот у него на воде щитком по ребрам а мы возьмем вот я руку на сути ему внутри где идут позвоночник водитель рыба надрезается теперь вставляется нож ближе к хвосту на сюда под ребра прорезается мёрзлая рыба кости усадана такие серьезные одна часть есть переворачивая делая то же самое вот плавничок поджаберную крышечку и подрезаем вот так вот вторая тёша вот две вот такие вот шутки у нас получились теперь нам нужно срезать непосредственно сам баучок такая по позвоночнику и готова ну а остров можно сварить рыбный супчик люди поражают варят дома рыбный суп и называют его уху и для дома уху не сварить никогда в жизни рыбный суп вкусный пожалуйста а уха только на костре мое профессиональное мнение дома никогда уха не получится ни из какой рыбы а вот наваристый рыбный супчик зеленюшечку можно приберу и продолжим вот сазанчика я раздел вот такие вот хорошие кусочки у меня получились вот спинка то бишь балычок тут он не спрашивал комментариях можно было пить другой рыбам делать да конечно можно вот пожалуйста вот он сазан не тишка красавица жирненький хороший сазанчик был теперь делаем что теперь все очень просто ничего ты собой забрать ним изобретать не будем берем нашу обычную засолочную смесь из соли один к одному крупная соль стакан крупной соли стакан сахару столовая ложка кориандра и столовая ложка красного перца и засыпаем все это дело вот так вот тщательно обсыпаем не очень сильно соль сахар сделала свое дело так вот обсыпали сейчас это дело надо обтереть обтираем играем все это дело в рыбку тщательно когда мы крупе солью крупной солью долгое непродолжительное время то рыба не пересолит не туда и не нужно будет отмачивать смотрите раз все просто никаких секретов абсолютно нету а получится настоящий деликатес вот этого сазанчика втираем втираем всю кожу переворачиваем вот так вот все мы его где он у меня сегодня просто и часов 56 пахнет просто круто очень вкусно пахнет кориандр с рыбкой отлично заходят красный перчик придает микро пикантность такую определенную перец не любите вы можете не ложить перцы можете заменить свои любимые спеты положить я просто делаю так вот мне нравится пахнет классно вставляем кожа вниз влага будет сейчас выделяться будет стекать на противень хорошо его положить под небольшой противник поставить под небольшой уклон чтобы вот сейчас будет обильно выделяться влага из рыбы и чтобы это влага у нас стекала вот сюда в край поддона после чего мы ее сольет рыбку оботрем и вывешаем оставляем так солится эту рыбу ну примерно на 5-6 часов и доходите не надо потому что вымачивать мы не будем я в столь которая не впитается но и просто соберем наша задача чтобы из нее сейчас вышло как можно больше влаги лишней которая сейчас подержится в рыбе оттаивать отходить влага будет вытягивать из рыбы и вот туда будут собираться стекать после чего мы просто сольем мне кажется выглядит очень даже аппетитненько все оставляем ее в покое через пару часов вернется посмотрим что с ней получается вот видите пока здесь никакой влаги нету посмотришься будет через пару часов вот друзья прошел примерно тем что я про нее забыл это не так важно когда мы рыбу обмакиваем соль и не засыпаем ее вот именно обмакиваем ее трудно пересолить смотрите специально не стало и сливать вот такое количество жидкости вышло из этой рыбы рыбка полностью просолилась вот такой булочок замечательный получился ну все осталось ли что обмакнуть если бумажным полотенцем сейчас это сделаю вывешать солнышко на ветерок сегодня погода вроде у нас нормально налаживает который уже можно кушать сейчас вот так вот отрезать кусочек она будет мало сольным и очень вкусно но это другой другой рецепт немного мы его тоже как нибудь сделаем посмотрим 8 можно по словам она тоже будет вкусно но пока это сейчас пару дней ну вот друзья сазаная закоптил у меня подвергался буквально пару дней закоптил получилось вот такие вот а брюки с него он не высох у меня в труху бумагу он мягкий сочный жирный очень вкусный вот вам балычок пожалуйста спинка чисто с него вот такая вот красота аромат просто обалденная коптил на смеси ольховой и яблоневой стружки ольха дает хороший цвет а я понял дает просто очень классный запах мне нравится так что вот рекомендую вот так вот разделали ничего нигде не заванивает обычно поиси позвоночника ставить под ним рыба может завонять и более сейчас жара очень тяжело и хорошо заверите закоптить вот этот способ рабочий так что пользуйтесь там вот видите у меня сон но сама вы уже посмотрели как я делал так я делаю сазана такая рыбка у меня вышла все ребят всем пока тем кому понравилось ставьте пальцы вверх ему не понравилось пальцы вниз подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик не пропустите новые видео у нас тут начинается сезон дальневосточных тайниковых грибов они растут на островах и постараюсь ближайшее время съездить за грибами и покажу вам очень интересные необычные грибы так что подпишитесь и не пропустите это видео но все всем пока всем до встречи